Привет всем, уважаемые друзья! Вы на канале Slovat United. Меня зовут Эмиль, мы продолжаем... Продолжаем проходить нашу карьеру в НБА, забросая-бросая его. В общем, и сейчас у нас ждут непростые игры, я полагаю. Ладно, мы проиграли Чикаго, и сейчас у нас, друзья, матч всех звезд. Rising Star Challenge, в котором, видимо, мы будем участвовать, да? Ну да, мы не участвуем ни в 3-поинт-контесте, нигде, но мы участвуем, видимо, в Rising Star Challenge. Это единственное событие, куда позвали, бросая-бросая его. Ну, окей, окей, окей. Что мне не нравится, это всегда дурацкие формы, вот эти HomeAway, просто тупо черные. Можно же было для All-Star как-то, ну, хотя бы от себя тяну какую-нибудь придумать. Смотрите, сколько ног просто. Мы смотрим из-под трибуны. Вот такого плана я еще не видел в НБА, окей. Какой-то глюк явно. Вот так, на том спасибо. Вот он, Джош, кажется, Ричардсон. Парень резвый, смотрите, как он проходит под кольцо и тут же пользуется ошибкой бросая-бросая его. Ну, посмотрим с другой командой, как мы будем играть, что он придумает, в частности, Карл-Энтони Таунс. Да пока ничего особо не придумывает. Джастис Янг. Кстати, здесь Orange Juice-то возможен, что мы с Джастисом играем за одну команду. Не уверен я в этом, но все-таки это челлендж. Я не знаю, здесь значки дают за этот матч вообще. Стоит ли пытаться заработать значки? Вот я отработал сейчас в обороне, считайте, свою ошибку. Уже исправил, подбор забрал. Джастис, ну зачем ты бросаешь? Я так топово забежал. Там. Так, самого палец соскочил сейчас. Сейчас. Ё-моё, что они творят? Просто бросай-бросай его, не летит бросок. Вот, все. Смотри, смотри! Это же из угла! Так, пошло. Наконец-то. Ну, наконец-то. Наконец-то. Первый пошел на какой-то там непонятной минуте уже. Все-таки забросили. И вот здесь нужно мешать, но мы уже не успевали никуда. Так, Джастис, Джастис, ты могуч, ты гоняешь, стаи туч. Но здесь надо открываться. Да что ж ты творишь-то, чувак? Ну, три очка лучше, чем два. Это год за годом доказывают Golden State Warriors, которые разбирают команды, которые пытаются с ними играть по баскетболу, инсайд баскетболу, да? Типа пулялки никчемные. А пулялки всех запуливают. За всех. Поэтому там... О-о-о-о! Тета бросай! Врывается штрафную, кладет сверху. Еще из передачи Джастис и Лианга. Все здорово у нас. Чем ответят наши соперники? Бокер, 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 бокер. Ну, вообще, по идее, книгер. Если дословно приводить его фамилию, это довольно забавно. Рассел! Ну, такое. Здесь мы вроде бы помешали коллективно. И еще практически забрали подбор. Спасибо Карлу Энтони Таунсу за помощь. Что творит Симмонс? Вы видели это? Просто шок. Настоящий матч всех звезд. Радует, что именно здесь ребята реально пытаются как-то покрутиться, показать что-то. а не просто там тупые бросочки, лояпочки бабские делать. Пэйн пытается пройти бросай, не получается. Форсит Терновер. Эд, спасибо. Это я всегда рад за Форсит Терновер. Ну и штрафные, сейчас будем смотреть. Окафор. Лоха. Джалил Окафор. Но! Ну ладно, зря Симмонс. Хотя нет, не зря. Это эксцелент релиз! Ну, Мессис же он аутист, по сути. Его от аутизма лечили, лечили. Ну и вот. Такие дела. Природа там. Какой-то не похожий на остальных гений своего рода. Чё творит бросай-бросаев, а? Ну что он творит? Он просто унижает всех. Это тоже гений от природы. Пока его товарищи там гоняли на приорах по окрестностям. Бросай тренировался. Бросал мяч в стенку. И так точно у него это всё получалось, что он попал на матч звёзд. Джастис, не тупи. Блин, теперь передержал. Но всё равно попал. И Orange Juice activated. Orange Juice. It is Orange Juice. It is Justice Young. Дианджело Рассел. Не стал бросать всё-таки передачку. Ну, здесь всё нормально, всё в норме. Вот это нормальный такой Orange Juice. По-моему, получилось круто. Но если бы бросай был большим, мы бы чаще использовали эту штуку. А так лишь изредка. Блин, ну когда у тебя команда нормальная по большим, то игра совершенно другая складывается. То есть, когда Карл Антони Таунс играет, вот видно, да, что это топовый большой. И другое дело, когда у тебя там в команде играет Хорфорд, который, ну, в этой игре из-за низкого роста, он просто ни о чёмный вообще. То есть, он даже... Ты не считаешь за нормального... ...человека. Ну, сейчас я довольно плохо бросил, на самом деле. Но попал. И вот обратите внимание, что мы на 10 подборов больше собрали. Это ключевой компонент, кстати, нашей победы. Даже не то, что трёшки. Трёшки-то я бросаю не очень в этом матче. Всего лишь 35%. Привет Игорьку. Его честь, можно сказать, я такого процента фантастического добился. Честь именно Игоря. Может быть, ну, я не знаю, нет. Карьера Алекс Хантера должна сделать настолько большой шаг вперёд и быть настолько детально проработанной. Но я думаю, что ей не будут такие огромные деньги в это вкладывать. Им главное сделать фишку такую, да, которая станет, ну, скажем так, толчком для покупки игры, но не более. Не рывком каким-то в серии. Да что ж ты делаешь-то, криворучка Таунс? Ну, уйди на трёшку. Чё ты уходишь куда-то в угол, блин? Забивается, как крыса. Тьфу. У нас нашёлся новый PandaFX. Мало ведь кто знает, я уже много раз говорил, правда, что Лёха и PandaFX начинали одновременно свои карьеры. Ютуберские. И Лёха и Panda весьма тесно общались в своё время. Но Panda не останавливаясь клепал видосики, а Лёхе это надоело. Когда с Panda начал общаться, или что? Вот это да! Как бросай, бросай его! Хорош, бросай. Ну, наверное, лидер команды в своём сегодняшнем матче. Подбор опять за нами. Блин, играл бы Бостон, как вот эти вот ребята. И, я думаю, мы бы в НБА тащили бы. Какой фол? Ладно, мне фол. Это да, у меня фол был. Ещё один! Бросай, бросаев! Феерит. 39 очков, 7 ассистов. Ну, кто лучший игрок этого матча звёзд? Кто? Бросай, конечно же! Конечно же, вон! Держи, брат, давай красиво. Здесь очень важно побороться. Хорошо, побороюсь. Головой примагнитил мяч, бросай, бросай. Я приду домой в 2 часа ночи, то стрима не будет. И в каком состоянии я ещё приду, я не знаю. Вот, такие дела. Такие дела. 39 очков, 7. В принципе, бросай должен быть сюрпризом лучшим в этом матче. Ну, правда, нам этого не показали. Благодарю всех ещё раз за то, что фол. Витим. Гитарейт нам принёс 152 копеечки. В принципе, довольно неплохо. Ещё и сообщений куча пришло. Целых 2. Брюс говорит, showing that Aridas event. Ну, хорошо, на event мы сходим. Андре Драмонт. View Calender. Через 6 дней в 5 часов. PM, да? Да. I'll be there, конечно. Наконец-то нормально стали встречу назначать. А кто знает, как это бывает. Швабли не знать. Так, тукей. Идёмте на тукей. Погода, да. Ну, как хорошая. Просто пасмурная погода обычно. Ничего такого. Торнадо, там, московских ураганов нет пока. Хотя, знаете, это всё такое. Сегодня нет. Вернее, сейчас нет. Потом есть. Так, Драмонт Грин. Через 2 недели в 4 часа. View Calender. В 4 часа. PM. Да, я там буду. Отлично. Быстрое напоминание. Какое? Насколько быстрое? Очень быстрое. Скорый ивент со спелдингом. Got it? Got it. Всё. Итак, уважаемые друзья, мы в Торонто. Air Canada Center. Готов встречать гостей из Бостона. У Бостона дела в чемпионате. Они лучшим образом идут. Что у нас привычная зелёная форма, по которой многие уже успели соскучиться за это время. Ой, плохой бросок. Плохой, плохой. Почему он так долго разворачивался? Я не знаю. Поменять Хорфорда. Потому что, ну, реально не очень, чувак. Justice Young, мы в тебя верим. Jake Rauder, мы в тебя тоже верим. И это Excellent Release! Ис-3 очка. Хорошо. Очень хорошо. Один из пяти, да. Не самое удачное начало, но, по большому счёту, только так нам пока и дают играть. О, боже мой, Хорфорд. Ну что ты за человек? Ну почему ты такой... Хорфорд будет хорош с разыгрывающим, типа, Деррика Роуза. Хорфорду нужен мощный форвард, который будет, типа, Милсипом. Ну, в жизни-то будет хорош с кем угодно. В игре из-за маленького роста он не очень. Хотя в жизни Хорфорд умеет брать подборы и всё такое. Я критикую игрока вот непосредственно в симуляторе. Я не имею того, что он в жизни, там, говно. Нет, ни в коем случае. Исключительно речь о тукей. Ну, слон, давай, Милсип, Хорфорд. Ну, такое. Янг. Да что ты будешь делать? Просто выплюнуло кольцо этот мяч. А вот здесь не выплюнуло. И не подавилось. Ну, дайте пас, ну что такое? Блин, вот ты роза, нога болит. Мы этим не пользуемся совершенно. Ну, что ты? Куда ты бежишь? Ты же видишь, что там закрыто. Зачем ты туда бежишь? Такое себе удовольствие. За подборами вообще никто. С подборами вообще никто не борется. Думаю, что в межсезонье мы все-таки сменим команду, потому что Селтикс... Ни о чем. Нам нужна команда с хорошим большим. Вошло. Ну, смотрите, да, вот лучший способ здесь. Это вот так вот забегать, но он торопится слишком. То есть, чтобы мне выдать пас под бросок, он слишком торопится. А здесь я уже не успеваю нормально бросить. Я выкидываю, и меня уже накрывают. То есть, вот в чем косяк Джастиса Янга. И вообще никого в центре, под кольцом просто вообще никого нет. Я в шоке. Надо, короче, сейчас ябывать Селтикса. Я так чувствую, что Десижн такой надо своеобразный сделать. Потому что это дно какое-то, а не команда. Но они просто не защищаются, стоят там и смотрят. Но, по крайней мере, нужен обмен. Чтобы центровой какой-то пришел нормальный. Мне это говно, которое сейчас думает, что оно центровой. Хорош! Бросай, бросай! Я просто зверь! Есть, братка! Хорош заложил, как надо. Смотрите, что сделал. Спокойно стоит, никого не трогает. Потом мяч летит. Что нам показывают? Подбор Джей Краузера? Серьезно? В повторе? Что? Окей, ты совсем уже? Летающий мяч сам по себе. Охренеть! Вот это топ! Вы видели, да? Видели, что дальше произошло? То есть, вот, магия была здесь. Мы его просто не заметили за кадром. Потом Дровосек начал приставать к нашему Хорфорду и бросать такой. Я, братка! Хорош! Хорош, красава! Да. Защищаться бы еще. Вообще-то, вот так спокойно Дровосек контролирует мяч. Меня бы уже давно его выбили. Фолит аут? Да. Ну ладно. Ну что, как вы там, Бостон? Выиграли матч, небось. Какой там счет? 100-116. Естественно, дик просрали. Можем ли мы что-то проапгрейдить? Можем. В принципе, можем Ребаундинг, Силу. Пост-скоринг, Мид-рэнж, Шутинг. Можем проапгрейдить. Лейапс и Данкс. Честно говоря, не знаю, имеет ли это смысл. Давайте проапгрейдим. Все равно что нам делать? Проапгрейдим. Трейд без Янга невозможен. Так. Реквест трейд. А! Дедлайн закончился. Сейчас мы уже в этом сезоне не трейданемся. После сезона, если только. Ну вот, Филадельфия, кстати, интересный вариант. Потому что там большие, вроде бы, как раз-таки неплохие. И, ну, после окончания сезона мы посмотрим на трейды. Хотя странно. Дедлайн вроде... Хотя, черт его знает. Футлокер. Давайте сначала сходим на футлокер. Сходили. Новое сообщение. Ксавьер Кросс. Тебе нужно бегать больше. Тебе нужно бегать больше. Не забывай, кардио-тренировки важны. Так. Джимми Батлер хочет встретиться. 10 АМ. Not that day. У меня Адидас, к сожалению. Ну, сейчас пойдем встретимся с Драмандом. 4 тысячи фанатов. Да, что-то не очень. Вот это фоточка в Инстаграме. Просто еду тупо сфоткал. Где бросай? Где Драманд? Ну, хотя довольно аппетитно выглядит эта штука. Вот пожрать гамбургера лишь бы. Сейчас вот Драманд интересно. Как будет играть? Ну, сэндвич это более общее название. Так-то это тосты. Ну, вот то, что было на фотке Драманд это тост. А сэндвич это и тосты, и бургеры. Все это сэндвич. попросил пас, признаю мой косяк. Дефенс вроде вкачал по максимуму, стилить никак не получается этим игрокам. Стоп-подборы идут просто божественно. ничья 0-0. Уже целую минуту отыграли. Прежде всего, никто не может забросить. Ну, сейчас Драманд там устроит всем, да? Вот видно, сразу гамбургеров поел. А Хорфорд даже этого. Тосты-то выпьем за любовь. Бросим за любовь! Вот это эксцелент релиз! Наконец-то нормальный пас мне дал Янг. Я просто в шоке. Почему он всегда так не может выдавать? Я не знаю. Он сразу отдает куда-то налево. Очень торопится. О боже, Хорфорд отыграл в защите. Вы это видели? Я это видел. Эксцелент релиз номер 2. Отлично. Нет, когда дают такие пасы красавчики вообще, ребята. Что вам мешает делать это постоянно? Правда нам Колдвилл-Поп тоже закинул. Ну, почти. Ну, так, Хорфорд начал скакать вместо того, чтобы пас мне вернуть. Блин, вот сейчас топовая команда начала играть. Вот это матч в начале просто на броски выводят прям. Чувствуется, что неплохо. Ну, правда, вот подборы опять далее опять подобрать. Ну, что ты будешь делать? Сейчас я вот уже закрыт. Естественно, это не канает. Джастис, вот иди туда куда-нибудь иди. Не надо стоять там, где я стою с мячом. Точно. Этого делать не стоит. Ну, Джастис, почему ты сходишь с места? Ну, стой ты на дуге, получишь мяч там. Зачем ты идешь под кольцо? ты что, что ли, такой? Я в шоке. Ну, и спасибо всем, кто фоллоит, конечно. Не только в Инстаграме, но и здесь, конечно же. Да, отдай же! Ой, ну, долго, ну, Ну, надо было гораздо быстрее все это делать, и у нас Orange Juice активировался. Orange! Motherfucking Juice! Come on, come on! Опа! Ну, Харрис вот остался один. Кто не удержал? Непонятно. Опять Хорфарт просрал подбор. Ну, это просто как так можно играть в баскетбол? Извините, пожалуйста. Хотя, конечно, не объясните, потому что это нереально. Вообще, на изи прошел так защиту. Так, Джастис, давай-ка мы с тобой сейчас придумаем что-нибудь этакое. Это не совсем на самом деле топ. Почему бросай, бросай, так вот топово не открывается, как это сейчас сделают. О боже, опять меня унесло. Сука. Обидные вот эти моменты, вроде ты прессингуешь, играешь круто, но тебя уносит. Давай вот, если мы атакуем через фланг, бросая, да, то здесь вечно идут какие-то какая-то грызня идет, то есть бросай вообще один не бывает. Он просто вечно закрыт. Если я там поставлю заслон какой-нибудь или еще что-то, вообще пофигу. То есть бросай всегда будет закрыт. Эл Корфорд, молодец. Течет от радости разнообразная жидкость, и все люди начинают реально, да, ведь реально крутой айфон, хотя там по сути ничего нового не добавили, например, люди это перенимают и да, действительно круто. А если бы Вилсаком сказал, ну говно, ничего нового, люди бы начали судить тоже. Есть определенные лидеры мнений, и Леха для очень многих моих зрителей является лидером мнений и маркером, по которому можно судить о ситуации. Ну да, маркер не всегда объективный, но где вы сейчас найдете объективный маркер? это трешечка и асистик неплохо. Вот так немножечко отвлечен. Плохо бросил. Попал, конечно, но честно, не очень получилось. Кетчиншут помог, скорее всего, эту ситуацию зарешать. Но вообще это говорит о том, насколько важно после атак соперников подобрать и насколько важно уже быть там, чтобы нанести открытый бросок именно с фастбрейком. Просракали в этом матче. Ну, не все, но почти все. О, господи, Янг, ну что у тебя с руками? Зачем ты подошел? Ну, стой на трешке. Вот, серьезно. Чувак реально попутал. Опять все подборы просрали, но я не знаю. Блин, что с подборами у нашей команды? Промахи какие-то подборы. С открытой позиции человек не попадает. Драмат унижает. Майдан в Уфе. Не, не спасибо. Майдан это просто площадь по-башкирски. И у нас много площадей в городе. Площадь Ленина, например. Давай-ка ты мне отдашь пас, да? Я сейчас буду думать сам, что делать в этой ситуации. Довольно плохо я придумал. Браун аутист, спасибо, что не потерял мяч. И вот здесь вот бросай же. Да, такое себе. Неужели так не может играть Джестис Янг? Топовый заслон от краудера сейчас был. О, боже, ну как он проходит так легко. Зеллер красавчик. Зеллер капитальный красавчик. Сейчас топово все сделал. Ну вот как-то так. За Янга-то вообще трешки клепать можно как-то не знаю что. Не знаю как им вообще можно промахиваться так часто. Комп реально тупой бывает. Джексон. Лоэр. Лоэр Алёха Леуром называем. Как Лемур практически звучит. Бросай там без меня лютует под кольцом смотрите. Бист. Бист. А Тета Бист. Перехватили. открытые. Открытые заваливать. Ребятки. Открытые надо заваливать. Бросайка на подборе. Молодец. Умница. Топовый мастер. Ну вот опять же да. Вот он стоит он все время закрыт. Или открывается но не там. Мне он под кольцом вообще не нужен. Мне он нужен. О боже не это. Бросай. Мне нужно было совсем не это. Ну да это победа. Прикиньте да. Победа. Мы увидели победу. Бросай. Бросай. Мысли об обмене правда не покидают все равно. Пять лучших кроков за все время. Давай. Пит Мерович первый. Доминик Уилкенс второй. Тим Данкан. МДжей и Джефф Хорночек. Джефф Хорночек. Не знаю Джефф Хорночек. Не реально в эту парикмахерскую приходит тупо такой херник пострадать. МДжей Лебром Шон Кемп. Шон Кемп в твоем топ-5? Шон Кемп умеет играть в защите. И он для меня персонально важен. Объясню почему именно Шон Кемп. Он доминирует. Он короче реально топовый. Типа он никого не уважал на аккорде. Он говорит нет я короче я фан Суперсоникс поэтому не Баркли и меня. У тебя есть Рэй Аллен Гэри Пейтон Рошард Льюис а ты выбрал Шона Кемпа. Коби Оскар Робертсон кто такой Алина Аверсон Амари Стадемайер на пике Ну кстати говоря Амари был пистом в Санс поэтому можно сказать и так Ишака Эм Джей Карим Ларри Джонсон Предпочитаешь темных лошадок говорит сам Сид Ровер троллит чатики Шона Кемп Тим Данк Не знаю я бы назвал наверное ну кого бы я выбрал разыгрывающим я бы наверное взял Мэджика Нет я бы взял Карри разыгрывающим я бы взял Карри на позицию шутинг-гарда Мэджи на позицию СФа я бы взял Леброна на позицию пауэр-форварда позицию пауэр-форварда я бы взял наверное здесь вот нужен рабочий такой игрок который может в обороне отработать блин вот сложно сложно на самом деле ну кого бы я взял наверное Дреймонда Грина бы я кстати взял и центровым я бы взял Шака на пике вот это была бы топочная команда я так думаю ладно друзья на этом закончим всем большое спасибо за просмотр ставьте пальцы вверх если вы видите это видео на ютубе подписывайтесь на канал что я могу вам сказать всего вам самого доброго удачи до свидания